Добрый вечер всем друзья! Саламу алейкум, азии, ватандоушыларымыз. Манабыгин кечбол саям. Видеон чыкардык. Бүгінэнді, камдайдасам, гақшылеге амбор яңгилейне, унағасы амбор. Хаузырыс чега біркен узбече таржимақлама. Уважаем друзья, ну наконец-то дождались, которые все мигранты ждали, указ продлят, не продлят, шли слухи. Наконец-то указ номер 392, если не ошибаюсь, то есть от 15 июня 2020 года. Внесение изменений, то есть в указ президента РФ о внесении изменений в указ от 18 апреля 2020 года. Какие изменения были? Вкратце расскажу, какие моменты именно изменения были. Первое изменение, это продлили данный указ до 15 сентября. Было, как помните, уже с 15 марта по 15 июня. Теперь данным указом президент продлил данный указ до 15 сентября. И какие изменения были? То есть в пункте Г, разрешение на работу, патент, разрешение на привлечение и используют иностранных работ, исключить. Что гласило в пункте Г? Что в первой части приостановить на период с 15 марта по 15 июня, включить в течение сроков действия следующих документов. Патент, разрешение на работу и на привлечение использованных иностранных работников. То есть с 16 июня по 15 сентября данные документы не будут приостанавливаться. То есть граждане, которые работают на основании патента, они обязаны дальше платить. То есть получается июнь, июль, август, сентябрь спокойно платить и работать. В этот период, у кого сейчас срок действия патента заканчивается, независимо это, год заканчивается с момента получения, да, либо месячный, который аванс оплатишь, запомните, патент, срок действия патент. Патент вообще выдается от 1 до 12 месяцев. И по сути срок действия патента каждый месяц заканчивается. Гражданин на какой срок оплатил аванс и платеж, на этот срок патент считается действительным. Ввиду того, что данный указ продлили и вот эти моменты, патент и разрешение исключили, то есть у граждан, которые в течение сроков заканчиваются, то есть с 16 июня по 15 сентября, они не будут приостановлены. Это важный момент. Запомните, друзья. Следующий идет потом. Пункт А. Под пункт А. Признать утрашить силу. Это особенный такой момент обращается сейчас к работодателям, которые привлекали трудовых мигрантов, не имеющих патентов. То есть данный пункт был, что иностранные граждане в период с 15 марта по 15 июня имели право работать, осуществлять трудовую деятельность без каких-либо разрешительных документов. Это разрешение на работу, патент. А также работодатели имели право привлекать иностранных работников, у которых нет патента и разрешения на работу. Данный под пункт исключили, его нету сейчас. Все. То есть с 16 июня по 15 сентября работодатель не имеет права привлекать трудовых мигрантов, если у них отсутствует патент. Если у них нет патента, если у них нет разрешения на работу, они не имеют права привлекать. За это очень большие штрафные санкции на физический лифт от 2 до 4 в Москве, в Московской области от 5 до 7 тысяч идет. На юридических лиц, индивидуальный предприниматель от 2 до 400 тысяч идет. Статья 18.15, по-моему. Часть 1, часть 3 идет. Нет, это не уведомление. Да, 18.10, 18.8, да. Незаконно привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности. Поэтому работодатели, будьте бдительны, также иностранные граждане, которые нет патентов, они не имеют права работать. Именно с 16 июня, вот сегодня числа, да, завтра же, сегодня 15. С 16 июня по 15 сентября у кого нет патента, не имеют права работать. Также, например, вы оплатили, грубо говоря, у вас срок действия патента до августа, да. Вам не нужно переставать не платить за патент. Вам нужно, вы обязаны платить и работать дальше. Ну и следующее изменение тут получается дополнить пунктами В и Г, что иностранные граждане, у которых сейчас, грубо говоря, заехали и не оформили патент, да. Иностранный гражданин, хочу напомнить вам, при пересечении границы, да, на территории Федерации, в течение 30 календаря не обязан подать заявление на патент. То есть должен обратиться с заявлением о получении, о выдаче патента. Если гражданин данное, то есть требование, да, данное обязанное не выполнил, привлекается по 18-20. Там от 10 до 15 тысяч штраф идет. В этом случае сейчас, 16 июня по 15 сентября, иностранные граждане, вы имеете право оформить патент, обратиться с заявлением о выдаче патента. То есть дополнение на вот эти пункт В и Г. Пункт Г гласит, что работодатель или заказчик услуг имеет право обратиться с заявлением о выдаче патента, патента иностранным гражданину, без соблюдения требования сроков, который указан в 115 федеральном законе, да. То есть также в течение 30 календарных дней, если не подали, штраф был. Сейчас за это штраф не будет. То есть с 16 июня по 15 сентября вы имеете право подать, как работодатель, заявление о выдаче патента вашему работнику, иностранным гражданинам. Ну коротко вот так вот, уважаемые друзья, как бы тут да, есть свои подвохи, что иностранные граждане теперь не имеют права работать у работодателя без патента. Поэтому вам дают возможность, кто заехал, цель визита, работа, также не имеет значения цели въезда, да, что вы обязаны именно, не нужно тянуть, да, нужно завтра прям 16-17 идти, подавать документы на патент, чтобы получить, чтобы пропустили месяц, два месяца срока, вас не будет за это привлекать. В 392 указе это прописано, дополнить пунктом В и Г, пункт В именно гласит так, что иностранные граждане, не требующие визы получения в визе, вправе обратиться к заявлению о выдаче патента без учета требований сроков, к установленному сроку подачи документов для его оформления, а также цели въезда. Также работодатели, еще раз обращаю ваше внимание, не имеете права привлекать трудовых мигрантов к окончании трудовой деятельности 16 июня, это будет штраф. Также иностранные граждане не имеют права работать, у кого нет патента. Это было в старом указе, что с 15 марта по 15 июня всем давали добро, работали без патента, без регистрации. Насчет временного пребывания, да, миграционного учета. Вы также до 15 сентября можете как бы не продлевать, но мой совет вам, лучше сходить прям завтра, послезавтра. Вам не нужно идти, миграционный учет происходит как? При прибытии иностранного гражданина в жилое помещение принимающая сторона, то есть гражданин передает документы, это в качестве признаваемой Российской Федерации, это получается заграничный паспорт и миграционную карту. При прибытии в жилое помещение гражданин передает данные документы принимающей стороне. Принимающая сторона, выполняя следующие свои обязанности, в течение 7 рабочих дней обязан уведомить миграционный учет, то есть подать уведомление, и которое вам вернули отрывную часть бланка, передать иностранному гражданину. Поэтому вас до 15 сентября граждан не будут привлекать к административной ответственности, выдворять депортацию. И также применять, приниматься в отношении вашего о нежелательности пребывания. Тут изменений нет. Поэтому мой совет, лучше сходить прямо в миграционный учет, то есть передать документы принимающей стороне, чтобы поставил вас на миграционный учет. Вот такие, друзья. Если вопросы будут, пожалуйста, задавайте в комментариях, подписывайтесь в инстаграм, там отвечу, там почаще отвечаю по личке. Основные моменты. Поэтому, работатели, будьте бдительны, также иностранные граждане. Еще задавали много вопросов, что, что будет с теми деньгами, которые оплатили. Ну, к примеру, да, вы получили патент в октябре месяце 2019 года, да, соответственно, у вас патент действует до 2020 года, до октября месяца. Если вы оплатили до мая месяца, да, то есть вы оплатили апрель, март, апрель, май, да, то есть в апреле произвели последний аванс оплатеж до мая, соответственно, у вас чек следующий до мая, да. Вот с мая месяца плюс 3 месяца, май, июнь, июль, август, до августа месяца вам не нужно платить. Ваш патент считается действительным. И потом в августе, августе заплатили, август, сентябрь, октябрь вы платите авансов платежи, за патент платите и спокойно уезжаете домой. Либо переоформляете. Как происходит переоформление? По законодательству 115 федерального закона, да, действующий, который на территории Федерации, гражданин по истечении срока, который год уже, с момента выдачи патента, да, и до окончания, до, за 10 рабочих дней обязан обратиться. Если у вас остается 9 дней, 8 дней, инспектор у вас не примет документы, вам придется, не нужно выезжать, сейчас изменили закон, то есть федеральный закон. Изменения, что не нужно сейчас выезжать, можно хоть 5, 6, хоть 10 лет здесь работать, не выезжая, переоформлять патент. Но вам нужно обращаться за переоформление патента за 10 рабочих дней. Если вы этого не сделали, вы не переоформляете патент, а оформляете новый патент. То есть все так же проходите и оформляете новый патент. И не нужно никуда выезжать. Поэтому переоформление не выезжайте, а если новый, соответственно, наверное, будет выехать и заехать. Вот такие моменты, уважаемые друзья. По патентам, по регистрациям также сказал, нужно сходить, просто продлить и все. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...